Следственный комитет России продолжает фиксировать факты преступной деятельности украинских силовиков на Донбассе, которые по-прежнему нарушают протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и меморандум к нему, а также положение Конвенции о защите гражданского населения во время войны и дополнительный протокол 2 к ней. На данный момент установлены еще три факта противоправной деятельности представителей Вооруженных сил и Нацгвардии Украины, действующих по приказу вышестоящего руководства. Во всех случаях они применяли тяжелые виды вооружения, проводя прицельные артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры Донбасса, то есть действовали общеопасным способом, намереваясь совершить убийство как можно большего количества людей. 12 октября этого года под артиллерийский обстрел попала территория Садового товарищества Троянда в Кировском районе города Донецка. Итог ранения мирного жителя. 13 октября обстреляны объекты гражданской инфраструктуры в селе Марьевка под Луганском, двое погибших – женщина и 17-летняя девушка. 14 октября снаряды украинских силовиков попали в исправительную колонию в поселке Шахта города Горловки. В результате один из осужденных погиб. По всем этим фактам, главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусматривающего ответственность за жестокое обращение с гражданским населением, а также применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных Международным договором Российской Федерации. В настоящее время продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств указанных преступлений и лиц, причастных к их совершению.